Чем шокирует Голландия, отчего карнавал в Лондоне вышел грустным, об этом и не только в обзоре зарубежных событий Панорама. Совет безопасности ООН проведет консультации по ситуации в сирийском Идлибе по запросу России. Накануне в Минобороны России сообщали, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта. В Пентагоне назвали эти заявления не более чем пропагандой. На случай внезапного ракетного удара США силы сирийской армии приведены в повышенную боеготовность. Ранее МИД России предостерег Вашингтона и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии. Беспорядки на востоке Германии, в городе Хемниц, демонстрация против убийства гражданина ФРГ, группой нелегалов, завершилась столкновениями с полицией и потасовками между митингующими. Правые радикалы и левые активисты начали забрасывать друг друга петардами. Правоохранители были вынуждены применить спецсредства. Есть пострадавшие. Напомню, протесты в городе проходят с воскресенья, когда и стало известно о нападении. Полиция Лондона задержала почти 400 человек в ходе карнавала афрокарибской культуры в районе Нотинг-Хилл. У них изъято 36 единиц оружия. Мероприятие было отмечено многочисленными потасовками, столкновениями, агрессивными выпадами. Пострадали десятки полисменов. Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом количества преступлений во время его проведения. В этом году для обеспечения порядка было привлечено рекордное количество полицейских. На улицы района вывели 7 тысяч правоохранителей. Голландия шокирует. Согласно докладу полицейской академии в Апплдорне, рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в стране в 2017 году, составила 19 миллиардов евро. При этом до 5 миллиардов из этой суммы осела в карманах производителей. Министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус назвал данные, содержащиеся в документе, шокирующими. По его словам, правительство решило выделить больше средств, чтобы исправить, цитата, «позорную позицию страны» в рейтинге производителей наркотиков. Киев договорился с Евросоюзом о выделении финансовой помощи на сумму до миллиарда евро. Соглашение будет подписано в ближайшее время, сообщил посол Украины при ЕС. Ожидается, что деньги предоставят в течение двух с половиной лет и двумя траншами. Средства будут направлены на покрытие финансовых потребностей Украины, а также поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. Между тем, Украина в августе закрыла свое представительство при уставных органах Содружества независимых государств. Об этом заявил во вторник журналистом глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Австралийским рыбакам довелось испытать настоящий ужас, когда к их компании неожиданно решил присоединиться крокодил. Поначалу рептилия лишь приблизилась к лодке, но затем она выпрыгнула из воды, пытаясь вскарабкаться на судно. Рыбаки не рассчитывали пообщаться с опасным животным на таком близком расстоянии. Но, к счастью для людей, хищник не смог удержаться на лодке и свалился в воду. Анатолий Лепецкий, Панорама за рубежом.